Микс Ньюс Продолжаем наш эфир. Сегодня вторник, время программы «Добро пожаловаться» в студии я, Наталья Михайлова и председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, мы решили повторить формат прошлой программы, когда призвали вас задавать самые разные вопросы на коммунальные темы, и тут нам попалась на глаза еще одна очень важная информация, которую мы хотели бы прокомментировать сегодня в эфире. Итак, в интернет попала новость о том, что в ближайшие месяцы Министерство экономики собирается проверить техническое состояние 10 домов 464 серии, то есть это литовский проект, и в следующем году срок безопасной эксплуатации этих домов истекает. Но в министерстве обеспокоены не только этим, но с состоянием домов также 602 серии. В июне станет известно, какое предприятие будет проводить техническую проверку, должны будут выяснить, в каком состоянии находятся несущие конструкции этих домов, перекрытия, внешние стены, швы. Говорится также о том, устами министра экономики Ральфа Немира, говорится о том, что если бы проверка затронула и дома 602 серии, то и там уже за 15 лет до конца срока эксплуатации открылась бы жуткая картина. То есть люди самовольно проводили перепланировку, и это сейчас существенно влияет на состояние несущих конструкций. Что тут такого опасного еще? Особенно для тех, кто брал ипотечный кредит для покупки квартиры в многоэтажке, которая построена при СССР. Отмечается, что они больше всего проиграют, потому что банки не пойдут навстречу клиентам, кредиты не будут погашены. И если эксперты обнаружат проблемы в этой литовке, то банки могут решить не выдавать новые кредиты для покупки квартир в этих домах. То есть это представитель банка СЭП уже комментирует, ну и, соответственно, это будет ударом по рынку недвижимости. Приближается также срок безопасной эксплуатации истекает в 2025 году домов 316 и 318 серии. Правда, не все специалисты так пессимистично настроены. В РТУ специалисты говорят о том, что сеять панику рано. У домов есть еще резерв на 40-50 лет. Но то, что это сигнал, что нужно что-то сделать с домами, потому что может наступить усталость конструкции, к этому склоняются все. Давайте с этого и начнем. Ну, начнем. Я хочу начать сразу с самого начала. Мне как-то хотелось бы верить в то, что вот тот панический тон статьи и такие ужасающие картины, это скорее, скажем, журналистский прием, чем то, что сказали на самом деле специалисты, что это может быть журналисты. Я бы очень хотел надеяться, что это не специалисты сказали, что сейчас все так трагично. Как человек, который постоянно сталкивается с эксплуатацией этих зданий, я бы, ну, у меня нету основания вот так вот паниковать и говорить, что все завтра, все обрушится. Единственное, что неприятно, что после таких панических статей действительно банки могут... Банки не могут разбираться панические тонны, журналисты или это на самом деле? Да, журналисты и кто, банки есть банки, они смотрят, тем более мне вдвойне неприятно то, что Министерство экономики, которое ответственно за программу реновации, которое в течение, в общем-то, приличного количества с 2009 года по сегодняшний день, 10 лет через европейские деньги вложило громадные деньги в реновации именно этих серий изданий, и теперь говорят, что они вообще нестабильны. Но это вообще как-то для меня немножко не укладывается. Только разберитесь там между собой, что стабильны, что нет, и какого черта мы вкладывали тогда собственники квартиры, где эти деньги в эти дома. Это первое. Второе. Кто сказал, что безопасный срок эксплуатации кончается в этом году или в следующем? Ведь на самом деле, если мы возьмем, то обычно по всем нормативам смотрится в инструкции завода-изготовителя, скажем. Если делается изделие, а многоквартирный крупнопанельный жилой дом – это определенное изделие, которое было спроектировано и выпущено в свое время, произведено как строительное изделие. И у него изначально по проекту эти серии, о которых говорят господа из Министерства экономики и прочие критики этих конструкций, был расчетный срок службы по проекту. И если кто-то не поленится и поднимет документы до 96-го года, то там было всем из 602-й и 464-й серии, было присвоено по тем нормативам группа капитальности здания первое, особо капитальное, со сроком службы 150 лет. Это по проекту было сделано. И ресурс деталей соединения рассчитывался именно исходя из этого. Более того, если мы возвращаемся к истокам, в 1978 году главное ведомство, которое отвечало за производство этих строительных изделий и дальнейшую эксплуатацию, это был Минстрой, оно выпустило такой объемный труд правила эксплуатации, обслуживания зданий, многоэтажных и многоквартирных зданий. Такая инструкция сегодня существует, но в силу, видимо, какой-то либо, не знаю, в силу чего, этот документ полностью в Латвии не применяется. Да, он существует на русском языке, он существует в интернете, к нему есть свободный доступ, и там поэтапно расписано, как правильно эксплуатировать здания, крупнопанельные, серийные, многоквартирные здания, так, чтобы обеспечить расчетный срок службы. Все это есть. Более того, если мы возьмем, то я не помню до какого сейчас года, но определенный солидный участок времени за строительную отрасль отвечало Министерство регионального развития и защита окружающей среды. Там был департамент строительства, и в то время, когда там был департамент, насколько мне помнится, поскольку я имел в то время контакты с этим департаментом, там были профессиональные строители внутри. И в то время, до 96-го года, действовал документ, выпущенный на основании инструкции заводов-изготовителей, так называемых правилов кабинета, вернее, Латвийский строительный норматив 401-402, которые определяли и правила эксплуатации такого рода зданий, и определяли их уровень капитальности или сроки службы. И до 96-го года эти документы, по крайней мере, по сроку службы было записано совершенно четко, что у них, они относятся к первой группе капитальности, срок службы 150 лет. После этого, в силу, скажем, административного права, не в силу технических обстоятельств, а в силу административного права, потому что не было своевременно обновлены эти строительные нормативы, 10 лет мы жили вообще без какого-либо норматива. И в 2010 году появились правила кабинета министров 907, уже из Министерства экономики, где вдруг этим же зданием был присвоен безопасность срок службы в 2-2,5 раза меньше, чем было предусмотрено заводом-изготовителем. Вот у меня сразу вопрос, а что, в Министерстве есть какие-то очень сильные базовые исследования, которые подтверждают, что за 10 лет произошел такой качественный скачок куда-нибудь, и какие-то технические исследования, которые подтверждают что-либо? Сколько я не спрошу, он никто не смог сказать. Почему вдруг вдвое сократили срок службы зданий? Есть разного рода версии, я не хочу их озвучивать, но ни одной достоверной. Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Самый критический узел в этих крупнопанельных зданиях – это силовые соединения панелей между собой. То есть, если говорить упрощенным, очень упрощенным языком, то все панели связаны проволочной сеткой между собой. Ну, грубо, это очень грубо, это не так. Но на самом деле есть специальные такие соединения, они выполнены в виде из прочной стали, достаточно толстой, и они соединяют между собой панели. В этом есть опасность. Если допустить, что эти соединения ослабеют, то дальше компроконструкция может рассыпаться, как карточный домик. Условиями эксплуатации этих домов было предусмотрено, что через 25 лет эксплуатации эти соединения нужно вскрыть по определенной схеме и проверить их состояние. И там, если я не ошибаюсь, там сказано так, что критическое состояние здания оценивается таким образом, что если будет коррозия, то есть это отслоение, то есть сокращение живого сердечника от этого соединения на 30%, то тогда это уже требует, ну, как вот… А до этого здания вполне равнодоспособны. У меня только один вопрос. А кто-нибудь официально вскрывал? Нет. Не слышал. Я слышал о двух примерах. Один пример был у меня, но мы это делали в кооперативе в 2000… В 2000 году мы в 602 серии на самой ужасной стене сделали одно вскрытие. Заключение было очень интересное. Коррозия в начальной стадии. Это в 2000 году. И это та стена, которая вечно была в очень-очень-очень плохих условиях. И по швам, и по герметичности, и так далее. То есть в 2000 году не было никаких признаков того, что это плохо. И, насколько я знаю, в 464 серии в прошлом году прозвучало в прессе, в РНП было одно вскрытие. И тоже никакого ужаса не обнаружили. Проблема с этим обследованием заключается вот в чем. Благодаря всем приватизациям и всему прочему, сегодня я не очень представляю, как можно вообще произвести такого рода дефектацию. Потому что для того, чтобы посмотреть фактическое состояние металла, возле соединения, мы должны зайти в квартиру и взломать стену. Да, получается так. Но это технически по-другому невозможно. И вот это очень такой серьезный момент, потому что не правового механизма. Это, во-первых, дорогостоящее, потому что это нужно зайти, вскрыть. После этого нужно закрыть и нужно, наверное, восстановить то, что мы порушили в общих целях. Но правового механизма, как это можно реализовать, кроме и где-то даже какого-то даже юридического документа о том, что это необходимо делать в Латвии, нет. Есть только слова. То есть никакого там сканирования, не знаю, ничего такого не произойдет? Здесь в прошлом году ряд кооперативов, я в том числе вместе с РНП, были в Министерстве экономики. Мы провели консультации, как обслуживающая организация, мы провели консультации с Политехническим институтом. И там нашлись ученые, которые предложили испытать методику. То есть они предложили так, что есть разного рода способы, не разрушающие контроль. Но есть одна проблема. Дело в том, что способы есть, а вот их достоверность, и вообще как правильно применять эти способы именно конкретно в данной ситуации, такой методики нет. Об этом и была вещь, и мы, в принципе, были договоренности, в частности, ну или разговоры с профессором Вилнетисом, о том, что можно это сделать, и для этого нужно предоставить ученым несколько точек, по их там запросу, там, ну какое-то количество точек вскрытия, то есть найти объекты, где можно произвести вскрытие, такие объекты можно найти всегда. А тогда ученые сначала сделают вот эти вот измерения неразрушающим способом, потом вскроют, потом все это сравнят, ну и тогда можно будет говорить о том, что можно или нет вообще найти способ дефектации этих проблемных мест при помощи неразрушающего контроля. Мы выходили в том числе с предложением на министерство. Возможно, это то, что будет заказывать министерство, это будет, это отголоски того прошлогоднего разговора. Но здесь вопрос вот в чем заключается. Дело в том, что нужно сразу думать о правовом механизме. Потому что войти просто сейчас в частную собственность, взломать стену и уйти, это, ну, я не знаю, у кого получится. Во-вторых, оставлять только контактный метод дефектации, это тоже большая проблема. Потому что нужно искать все-таки бесконтактный, так, чтобы можно было без разрушения здания делать оценку. Кроме того, наверное, надо было бы провести более глубокие исследования, то есть вообще разработать механизм оценки. Ну, невозможно во всех там тысячах зданий проверить все там сотни тысяч узлов соединения. Там есть определенные методы. Но вот об этом бы хотелось бы, чтобы больше было разговора, и чтобы, может быть, не повернулось, как в прошлом году в министерстве был разговор, что да, возможно, мы это закажем. Мы в итоге заказали визуальный осмотр балконов. Ну, ребят, я за нас рад, да? Но до балконов и обслуживающей организации дотянуться может. К сожалению, я еще раз повторю, вот именно вот эти вот места, швы, панели, это все можно делать визуальными или какими-то другими методами, которые доступны и по силам заказать обслуживающей организации. Сегодня я полагаю, что ни одна обслуживающая организация не сможет организовать, ну, такой достоверный, нормальный и с доступными методами осмотр именно вот этих узлов. И это самый критический момент. Я хочу напомнить телефоны слушателям, чтобы они подключались и звонили активно, как всегда, 672-12-939 и 672-13-939. Мы начали с литовских проектов, и не только с литовских, вообще, в принципе, говорим о состоянии, наверное, таких домов советской постройки, да, типовые вот эти панельные дома. Может быть, вы тоже живете в таких домах, у вас есть какие-то опасения, сомнения или вопросы по этому поводу. Вы можете нам задавать. Вот телефон я назвала, и еще WhatsApp 2306191. Пишите, звоните. Но мы начали с этого. А, в принципе, мы хотели бы, чтобы вы задавали вопросы на любые коммунальные темы. И вот один из вопросов, который тоже прислали, был, значит, может ли быть такое, что счетчик воды вдруг перед проверкой вместо одного привычных двух кубов показал 13? Может. Как это? За месяц до проверки? Ну, может, была утечка. Может быть, кто-нибудь краник не закрел. Может быть, унитаз потекал. Вроде бы, вот человек пишет, что все проверяли, крантики закрывали. Ну, знаете, вроде бы. Вопрос такой, как бы вам правильно сказать. Я очень мало верю в то, что счетчик где-то может ошибиться. Он может считать медленнее, может считать чуть-чуть быстрее. Но просто так спонтанно взять и начать вертеться он не может. То есть, его должен приводить в действие поток воды. Значит, где-то у вас ищите причину в квартире. Да, чтобы в следующем месяце тоже не показал. Ну, чтобы так не показал, есть еще одна очень фантастическая, может быть, но есть такая вещь, как перетоки. То есть, если у вас изношены запорные арматуры, я имею в виду краны, то, может быть, если нет обратных клапанов и так далее, то уже могут быть обратные токи из холодной воды в горячую, из горячей в холодную. То есть, они могут обмениваться потоками при изношенной арматуре и отсутствии на рабочих обратных клапанов. Там может быть такая ситуация. В зависимости от того, ну, допустим, в вашем доме интенсивно пользуются в данный момент горячей водой, значит, в сети горячей воды давление резко падает, а это внутри дома. А в холодной оно высокое, и тогда мы можем передавливаться туда. Там всякое может быть, но я бы сказал так, что, скорее всего, меньше надо грешить не на счетчик, а ищите причину. Ищите утечку, да. Да, чаще всего утечка, знаете, где находится, в унитазе. Чаще всего, потому что бывает иногда так, что перелив осуществляется, вот клапан запорный, часто это очень, даже в современных унитазах попала соринка, запорный клапан не до конца, там стройка течет капельная. То есть, его можно даже сразу не заметить, да? Да, ну, вот я у себя дома поэкспериментировал, у меня где-то за полчаса 35 литров выливалось. Ну, пожалуйста, да. Добрый день, Радио Болтком. Я, конечно, не эксперт в вопросе строительства, но что эти, так сказать, эксперты скажут о домах, построенных гораздо раньше? По-моему, прежде чем что-либо говорить, ответственным лицам необходимо провести экспертизу. Проблема в том, что в нашем государстве никто из ответственных лиц не несет никакой ответственности ни за сказанное, ни за сделанное. Случайно это не повод ли снизить стоимость жилого фонда в советское время и увеличить спрос на вновь построенное жилье? Ну, теории загорода можно строить различные, там и противоборство у нас осуществляется, потому что есть тенденция к тому, стоит ли сохранять существующий жилой фонд, или его уже пора сносить, и в этой статье, о которой мы говорим, там тоже есть такое мнение, и строить новое. Ну, я вообще-то, честно говоря, в большинстве случаев, где я сталкивался с новостройками, я не в восторге от того, что построено, и в том числе и по качеству, и после строительных, по гарантийным проблемам, то, что я сталкивался с эксплуатацией зданий на гарантийном периоде. Поэтому сказать, что однозначно сейчас, что вот новостройка, за исключением планировок, ну, скажем, имиджа и, ну, немножко другого подхода к проектированию жилого пространства, там намного лучше, чем в Севейке. Нет, я бы больше придержался даже такого мнения, что вот Севейки-то свои 150 лет при культурной эксплуатации отстоят, а то, что будет с новостройками через 20 лет, это для меня большой вопрос. Да, давайте мы будем принимать звонки в 672-12-939 и 672-13-939. Звоните нам, любые коммунальные темы, любые коммунальные вопросы, пожалуйста. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Я немножко непонятно, о каких домах тут идет речь об опасности. Это блочные дома, или это и кирпичные дома советской постройки в свое время, потому что теперь бывшие правила технической эксплуатации заменены 1997 и 408 правилам коммунистов. Ведь дома, которые построены сразу, уже после Крушов, как называемых, они кирпичные, и в бывших, кроме тех правил, которые уважаемый Сидорко назвал, этих технических правилах были группы домов по сроку износа. Значит, эти дома, кирпичные, были предусмотрены эксплуатацией 150 лет. Об этом говорилось в бывших технических правилах эксплуатации, которые изданы были уже в дни независимости 1990 года. Теперь есть правила 1997, но там этот график не указан. Где опасность? В кирпичных домах там же нет никакой металлической арматуры. Какая тут может быть опасность? Кроме того, даже эти кирпичные, которые построены раньше, они кирпичные, разве там тоже есть какая опасность? Спасибо. Я бы здесь не сильно акцентировал внимание на материале. С кирпичными домами тоже есть проблемы, потому что, допустим, то, что я вот сам знаю, это дома, которые находятся около Марубского озера, пятиэтажки, хрущевки кирпичные, они стоят на довольно слабом фундаменте. Там это видно, там есть вещи и так далее. Поэтому, как любое техническое изделие, любое здание, оно представляет, оно стареет, оно имеет тенденцию к износу и представляет не опасность, а требует какого-то определенного ухода. Поэтому все здания. В данном случае сейчас в этой статье идет речь только о северных домах, причем самая 464 серия, это вообще самая стабильная серия по строительству, по прочности металлов и так далее. 902, да, она исторически имела какие-то такие вот конструктивные вещи, которые вызывают в эксплуатации осложнение. Но на самом деле вопрос заключается в другом. Я поддерживаю радиослушателя в том, что необходимо разработать не юридические правила, 907 это юридические, а технические правила. И утвердить технический регламент обслуживания, периодичности проверки и так далее. И поэтому уже документу работать и иметь достаточно специалистов для производства таких работ. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Не дождался слушатель. Перезванивайте, пожалуйста, 672-12-939, 672-13-939. Программа «Добро пожаловаться». Любые вопросы на коммунальные темы. Но начали мы с литовских проектов, и не только литовских, вообще с тем, что у нас происходит в типовых советских домах. Пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Бусев, такой вопрос. Вот пришел счет к заводу, значит, с большой там суммой прибавленной за якобы не поданные данные счетчиков за три месяца. Ну, там данные подавались, но они перешли на электронный вид и почему-то не получили они данные, да. Есть ли смысл как-то оспаривать или здесь это уже окончательный приговор? Если у вас есть доказательства, что данные передавались, то есть смысл разговаривать. Если вы говорите якобы не сданные, то у меня вопрос, они сдавались или нет? Каким способом? Соответствовал ли способ, утвержденный у вас в договоре? Потому что там часто говорится, как нужно сдавать. Формально могу ответить так, если три месяца, вы не сможете доказать или, ну, обусловать, что три месяца вы сдавали показания счетчиков, и у вас не будет на руках официального заявления в управляющей компании о том, что, допустим, ну, в силу каких-то причин вы три месяца не будете сдавать показания счетчиков, то в этом случае вы ничего не докажете никому. То есть старайтесь документировать свою сдачу. Если уж такие отношения происходят, то тогда нужно документировать свою сдачу. Что-то скрин с экрана или... Не, ну и можно же в отправленных посмотреть, он уже не стеркан. Ну, если электронно сдавались, если сдавались на бумажке через дворника, ну, тут есть, но, как правило, я не слышал, что так особенно терялось, но, в принципе, формальный ответ такой, там дальше надо смотреть, а что у вас есть, каким образом вы можете сейчас на какой-то базе строить разговоры. Почему не получили, получили, посылали, не посылали вот этот вопрос. Да, Ирина пишет, что указывает на износ панельных швов, трещин и в стенах, например, рядом дорога и дом реагирует на проезд тяжелых машин, может быть. Реагирует, однозначно реагирует, но давайте мы разделим вопрос. Межпанельные швы, это, в принципе, там трещин быть не может, потому что это расстояние между двумя панелями, которое должно быть заделано, оно должно быть заделано и герметизировано, то есть обработано таким специальным образом, чтобы влага не могла попасть на торец панели, который вот находится между ними. Это главная гарантия того, что у вас сварные детали, вот эти силовые соединения будут в порядке. Поэтому по всем регламентам каждые 5-7 лет необходимо межпанельные швы дефектовать, где нужно восстанавливать заделку, тогда загоняется специальный раствор и после этого делать герметизацию. Это операция достаточно дорогая, почему я неоднократно говорил, что утеплить даже дешевле, чем вот в процессе эксплуатации, там вот эти 100 лет, каждые 5 лет восстанавливать швы. Это первое. Второе, то, что здание деформируется, ну, есть, у меня одно здание есть, которое стоит вдоль улицы Дзелзос, вы можете, в период интенсивного движения можно подняться на крышу, и там свободные крыши сложены из свободно лежащих панелей, и можно даже увидеть, как эти панели там гуляют. Да, да. Но пока, по крайней мере, какого-то негативного, такого вот явно, видимо, чтобы из-за этого появились трещины или деформации в здании нет, все еще зависит, конечно, от фундамента. Здесь все зависит. Допустим, дома в порциях, в соплямниках, они поставлены на сваях, и они очень стабильны. 672-12-939 и 672-13-939. Пожалуйста, программа «Добро пожаловаться», жалуйтесь, задавайте любые коммунальные вопросы, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. В нашем доме одинокая пожилая женщина за последние полгода два раза не закрывала газовый кран, была утечка газа сильно, вызывали газовиков. Но она как бы слегка неуменяемая. Квартира записана на племянника, никто не знает, где его искать. Что делать, чтобы себя обезопасить? Вопрос очень сложный. Вопрос очень сложный, потому что у нас законодательство настолько гуманное, что в таких ситуациях даже преднамеренный выпуск газа еще ни о чем не говорит. Я не говорю о забывчивости. По всей видимости, единственное, что я могу вам рекомендовать, если у вас есть какие-то сомнения насчет адекватности человека, там проблема одинокого человека, я бы вам советовал две вещи. Обратиться в социальную службу, потому что, может быть, какой-то патронаж будет выделен. Не знаю ситуации конкретно этого человека, там племянник, не племянник, а социальная служба все-таки. И второе, если вы чувствуете от действий, неважно каких там намеренных, ненамеренных, опасность от действий своих соседей, вы имеете право обратиться в муниципальную полицию. И они могут уже при изучении обстоятельств, там нужны свидетели, нужна констатация фактов того, что происходят такие опасные нарушения, они могут инициировать медицинскую проверку. По-другому никак, я ничего больше не скажу. Каких-то таких эффективных методов воздействия, которые сейчас сразу нет. Да, но я бы тоже вот насчет социальной службы порекомендовала, потому что вполне возможно под присмотр возьмут человека. Но патронаж могут, может быть, человеку просто не хватает патронажа, просто, может быть, там приход раз в два дня патронажного персонала поможет. Да, пожалуйста, здравствуйте, слушаем. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Елена. Скажите, пожалуйста, наш кооператив в тему же насчитывает очень большую разницу по воде, да, дополнительный вот этот счет? Вот. И когда я к ним пришла и сказала, что, ну, надо сделать вертификацию счетчиков, они как бы сказали, кто это будет делать. Ну, вот этот вопрос, я не понимаю, кто это должен делать. Как бы в газете, вот я тут прочитала, что управляющий должен, имеет право за свои средства провести вертификацию счетчика воды. Потому что рядом дома у них вообще нету разницы. А у нас каждый месяц, вот, допустим, мы, как пользуемся много водой, по 6-7 евро. На квартиру, да? На квартиру, да. Трехкомнат, да. Спасибо. Я могу только сказать одно, но нет таких правил, где управляющий за свой счет. Что значит управляющий кооператив? Тем более кооператив. Кооператив существует на те деньги, что вы ему платите. Значит, за свой счет это значит взять у вас и потом потратить. Ну, так. Да, то есть кооператив ему неоткуда взять, тем более принцип кооператива, он бесприбыльный. То есть, там свой счет это ваш счет. Это первое. Второе. Есть правила Кабинета Министров 524, которые полностью распространяются на ваш кооператив. Где сказано, что управляющая компания, что она, должна следить за сроком верификации счетчиков, предупреждать владельцев счетчиков, у которых срок эксплуатации, срок верификации подходит к концу. И в случае, если владелец по истечении трех месяцев после истечения срока верификации не произвел верификацию и не сдал документы управляющей компании, то в этом случае такие счетчики снимаются с учетом. Этот человек, эти люди считаются как квартиры без счетчиков и, соответственно, вся разница по воде расписывается между этими собственниками квартиры, которые пытаются прикрыться неверифицированными счетчиками. Так что, с одной стороны, у кооператива есть возможность, это чистое администрирование, предупредить, есть верификация. Но там может быть проблема не верификации, может быть у всех все верифицировано. Там, может быть, нужно организовывать обход. Потому что разница по воде, это вещь такая, которую сами жители дома создают. В силу разных технических, психологических, может быть, еще каких-то причин. Но это вы сдаете, у всех у вас, масса случаев у всех верифицированные счетчики. В подвале тоже стоит единый счетчик, проверенный, новый. Все сдают правду и не сходятся. Но так не бывает, значит, есть какое-то воздействие в квартирах. Ну, чаще всего нужно обращать внимание на квартиры, которые сдаются в аренду. Там они грешат всякого рода интересными вещами. Но, в принципе, так вот, как вы спрашиваете, может ли воздействовать кооператив, сам проверяет за свой счет, он не может. И поэтому, потому что, ну, подумайте сами, это значит, кооператив должен вломиться, грубо говоря, в каждую квартиру, снять счетчики, унести, принести. Без согласия собственника. Ну, так не бывает. Значит, на самом деле, вариант такой администрировать и снимать с учета неверифицированные счетчики. Здравствуйте, пожалуйста. Я извиняюсь, это опять я. Да, пожалуйста. Я спрошу. Значит, мы должны сами, квартиросъемщики, организовать проверку. Ну, допустим, вот тут тоже было написано в этих правилах, что, ну, вот наш кооператив отправляет запрос, когда он придет на проверку. И если ему несколько раз не отвечает квартиросъемщик, значит, он считается так, как не сдавший, ну, вот не прошедший вертификацию. Вот такой вопрос у меня как бы был. Ну, в принципе, я еще раз повторяю, кооператив должен администрировать, он должен напомнить об истечении срока верификации. И второй, в соответствии с правилами, снять с учета и тогда уже всю разницу по воде вешать на того, у кого счетчики неверифицированы. Это определено правилом Кабинета Министров. То есть, кооператив, вообще обслуживающая организация в данной ситуации не совсем беззубая. У нее есть определенные инструменты, очень эффективные, поверьте. Потому что иногда бывает тот, кто начинает выпендриваться с верификации, получает счет в 600 евро за месяц. И тогда сразу у него как-то быстренько все становится на место. Ага, ясно. Спасибо большое. Звоните еще, пожалуйста. Есть еще время до конца эфира. 6, 7, 2, 12, 9, 3, 9, 6, 7, 2, 13, 9, 3, 9. На любые вопросы мы принимаем от вас связанные с коммунальной тематикой, с управлением хозяйством, обслуживанием дома. Счетчики вот прозвучали, панельные дома сегодня обсуждали. И WhatsApp 2, 3, 0, 6, 1, 9, 1. В дополнение к счетчикам я могу сказать, ведь там надо поинтересоваться в кооперативе. Может быть, у всех и верифицированные счетчики. Это не панацея. Это не спасает этой разницы показаний, потому что есть еще и другие факторы. Принципиально, я думаю, что самое главное, я думаю, совместно с управляющим выберут правильные приборы, которые нужно устанавливать. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Дома в Таллине, извините, если вы не повесили трубку. Эти дома, они поделены на квартирные собственности или на идеальные доли? Затрудняюсь вам ответить. Ну, тут я тогда ничего не отвечу. Ну, ответьте тогда, если так и если так. Если это квартирные собственности, то, по крайней мере, по аналогии с реновацией, если дом выделен как отдельный корпус, и по инвентаризационному делу это отдельный корпус, то ремонтные работы можно производить отдельно от других домов. То есть, средства собирают или каким-то образом расплачиваются только жители этого корпуса? Да, этого корпуса. И это допускается по тем же реновационным программам, я знаю. А вот если это все в идеальных долях, то есть, это не квартирная собственность, а копы, пожалуйста, общее имущество, вот тогда там вопросик, на который я так вот сходу и не отвечу. А я даже не знала, что могут быть вот такие, ну, поделены... Почему? Там может быть... А, ну, если несколько хозяев, да, имеется в виду, и у них выкуплен или как? Ну, это, понимаете, дело очень многоквартирный дом, он может быть разделен за отдельные квартирные собственности и занесены, а эти квартирные собственности вместе с идеальными долями, перечитающимися данной квартиры в земельную книгу, это один случай, это дом с квартирной собственностью, а есть общая собственность. А общая собственность может быть так, кому-то принадлежит в этой общей собственности доли, которые включают в себя квартиры и какие-то доли земли, а кому-то может принадлежать доли земли, такое тоже бывает. И тогда ремонтируют все вместе. Там каша такая, на которую я отвечать не берусь, там нужно уже с юристами говорить, потому что там уже начинается, это очень сложный для меня вопрос, я с таким не сталкивался практически, и там юристы должны решать. Потому что там я знаю, что в случае общей собственности есть такое облегчение, что относительно выбора управляющей компанией ремонтов, они могут принимать просто простым большинством голосов, но могут ли они делиться там, почковаться как квартирные собственности, вот этого не отвечу. Ну что, на этом мы тогда заканчиваем. Спасибо всем, кто слушал, кто принимал участие. В студии была сегодня Наталья Михайлова и председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко. В следующий вторник также выйдет в эфир программа «Добро пожаловать». Спасибо всем и до свидания. Еще два слова можно? Конечно. Я хотел бы сказать, если вчера у кого-то после этой статьи в Делфи екнуло сердце, успокойтесь, не так все трагично, там все-таки будет исследование. Про Литовки, Литовский проект. Ну я вообще про многокрупнопанельные дома. Но я надеюсь, что будет инженерное обследование, будет выработана методика, и не так все страшно и трагично, как может показаться из вчера с этой статьей, потому что я представляю, что у некоторых впечатлительных людей вчера могло быть так. Не очень хорошее состояние. Ну это да, это да. Все, спасибо, до свидания. До свидания.